Деяния святых апостолов, глава 9. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал «Кто ты, Господи?» Господь же сказал «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать?» Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руки, и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему «Анания», он сказал «Я, Господи». Господь же сказал ему «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Торсянина по имени Савла». Он теперь молится. И видел видение мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал «Господи, я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от пересвященников власть вязать всех, призывающих имя твое». Но Господь сказал ему «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Анания пошел и вошел в дом, и возложив на него руки, сказал «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его. И вдруг он прозрел, и встав крестился, и приняв пищу, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сию. Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и везти к первосвященникам. А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Но Савл узнал об этом мысли их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с еленистами, а они покушались убить его. Братья, узнав о сем, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Энея, который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему, Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей. И он тотчас встал. И видели его все, живущие в Лиде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она за ней могла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек, просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал «Тавифа, встань». И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живую. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника. Послание к евреям, глава одиннадцатая. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Веру и познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Веру и Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Веру и Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Веру и Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Веру и Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Веру и обитал он на земле обетованный, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком Иаковом, с наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Веру и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали, видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Веруя Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить. Почему? И получил его в предзнаменование. Веруя в будущее, Исаак благословил Иакова и Исава. Веруя, Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Веруя, Иосиф при кончине напомнил об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Веруя Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Веруя Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верую оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верую совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верую перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись египтяне, потонули. Верую пали стены Иерихонские по семидневным обхождении. Верую, ра в блуднице с миром, приняв саглядатов и проводив их другим путем, не погибла с неверными. И что еще скажу, не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Еефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые, веруя, побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресенье. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельственные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Первая книга Ездры, глава 10. Когда так молился Ездра и исповедовался, плача и повергаясь перед Домом Божиим, стеклось к нему весьма большое собрание израильтян, мужчин и женщин и детей, потому что и народ много плакал. И отвечал Шахания, сын Иехиила и сыновей Еламовых, И сказал Ездре, мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жен иноплеменных из народов земли. Но есть еще надежда для Израиля в этом деле. Заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету Господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего, мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими. И да будет по закону. Встань, потому что это твое дело, и мы с тобою, ободрись и действуй. И встал Ездра и велел начальствующим над священниками, левитами и всем Израилям дать клятву, что они сделают так. И они дали клятву. И встал Ездра и пошел от Дома Божия в жилище Иоханана, сына Елиашивова. И пришел туда. Хлеба он не ел и воды не пил, потому что плакал о преступлении переселенцев. И объявили в Иудее и в Иерусалиме всем бывшим в плену, чтобы они, собрались в Иерусалим. А кто не придет через три дня, на все имение того, по определению начальствующих и старейшин, будет положено заклятие, и сам он будет отлучен от общества переселенцев. И собрались жители Иудеи и земли Вениаминовой в Иерусалим в три дня. Это было в девятом месяце, в двадцатый день месяца. И сидел весь народ на площади у Дома Божия, дрожа, как по этому делу, так и от дождей. И встал Ездра священника и сказала, «Вы сделали преступление, взяв себе жен иноплеменных, и тем увеличили вину Израиля. Итак, покайтесь всем пред Господом Богом отцов ваших, и исполните волю его, и отлучите себя от народов земли и от жен иноплеменных». И отвечало все собрание и сказала громким голосом, «Как ты сказал, так и сделаем». Однако же народ многочислен, и время теперь дождливое, и нет возможности стоять на улице. Да и это дело ни одного дня и ни двух, потому что мы много в этом деле погрешили. Пусть наши начальствующие заступят место всего общества, и все в городах наших, которые взяли жены иноплеменных, пусть приходят сюда в назначенные времена, и с ними старейшины каждого города и судьи его, доколе не отвратится от нас пылающий гнев Бога нашего за это дело. Тогда Иоаннафан, сын Асаила, и Яхзея, сын Фиквы, стали над этим делом, и Мишулам, и Шафай, Левит, были помощниками им. И сделали так вышедшие из плена. И отделены на это Ездра священник, главы поколений, от каждого поколения их, и все они названы поименно. И сделали они заседание в первый день десятого месяца для исследования сего дела. И окончили исследование о всех, которые взяли жен иноплеменных к первому дню первого месяца. И нашлись из сынов священнических, которые взяли жены иноплеменных из сыновей Иисуса, сына Осидекова, и братьев его, Маасия, Илезер, Иариф, Игидалия. И они дали руки свои во уверование, что отпустят жен своих, и что они повинны принести в жертву овна за свою вину. И из сыновей Иммера, Ханани и Зевадия. И из сыновей Харима, Маасия, Елея, Шимая, Ихиил и Узия. И из сыновей Пашхура, Елео-Янай, Маасия, Исмаил, Нафанаил, Иазават и Еласа. И из левитов, Иазават, Шимей и Келая, он же Клита, Пафахия, Иуда и Елеизер. И из певцов, Елеашиф. И из привратников, Шалум, Телем и Урий. А из израильтян, из сыновей Пороша, Рамая, Изия, Малхия, Миямин, Елеазар, Малхия и Виная. И из сыновей Елама, Матфания, Захария, Ихиил, Авдий, Еремов и Елия. И из сыновей Зафум, Елео-Янай, Елеашиф, Матфания, Еремов, Зават и Азиса. И из сыновей Бивая, Иаханан, Ханания, Забвай и Афлай. И из сыновей Вания, Мишулам, Малух, Адая, Иашув, Шал и Иерамов. И из сыновей Пахаф, Маава, Адна, Хилал, Виная, Маасия, Матфания, Весилиил, Бинуй и Манасия. И из сыновей Харима, Елеизер, Ишия, Малхия, Шимая, Симеон, Вениамин, Малух, Шимария. И из сыновей Хашума, Мафнай, Мафафа, Зават, Елефилет, Иеремай, Манасия и Шимей. И из сыновей Вания, Маадай, Амрам и Уел, Биная, Бидья, Келуги, Ване, Меремов, Елеашив, Матфания, Мафнай и Асай, Вани, Бинуй, Шимей, Шелемя, Нафан, Адая, Махнадбай, Шашай, Шарай, Азариел, Шелемиягу, Шимария, Шалум, Амария и Иосиф. И из сыновей Нева, Иеел, Матфифия, Зават, Зевина, Иадай, Иоэль и Биная. Все сии взяли за себя жен иноплеменных, и некоторые из сих жен родили им детей. Псалом 98. Псалом Давида. Господь царствует, да трепещут народы, Он восседает на Херувимах, да трясется земля. Господь на Сионе велик и высок Он над всеми народами. Да славит великое и страшное имя Твое, свято оно. И могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость, суд и правду Ты совершил в Иакове. Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь под ножью Его, свято оно. Моисей и Аарон между священниками, и Самуил между призывающими имя Его взвали к Господу, и Он внимал им. В столпе облачном говорил Он к ним, они хранили Его заповеди и устав, который Он дал им. Господи, Боже наш, Ты внимал им, Ты был для них Богом прощающим и наказывающим за дела их. Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш. Субтитры создавал DimaTorzok